Уважаемые братья, после того, как Аллах, Субхану Ва Та'ля, полюбил нас, еще начиная с сахабов, и сделал нас единой уммой, и в этой умме, в этой общине один араб, другой перс, один руми, другой хадаши, с эфиопии, и также можно на сегодняшний день продолжать. Один из нас русский, один из нас татарин, ногча, галга, кыргыз, узбек и так далее. Всех Аллах, Субхану Ва Та'ля, нас объединил, назвал нас одним уммой. Уммата Мухаммад, умма пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Если вдруг в этой умме братья между собой разогнасят, есть какие-то разногласия, то Аллах, Субхану Ва Та'ля, указал, выход из этой разногласия, он только один. Если вы в чем-то разногласите, то вернитесь к Аллаху, Кур'ану и к посланнику Аллаха, к сунне пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И дальше Всевышний сказал, Если вы действительно верите в Аллаха и в Судный день. После того, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, увидел своих сподвижников, то, что они в одном ряду молятся, то, что они вместе выплачивают закат, вместе постятся. После этого, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, кто вышел из подчинения и разделил джамаат. Вышел из джамаата и умер, умер джахилийской смертью. Умер смертью джахилий, сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. И когда увидел Всевышний Аллах, субхану ва Та'ля, то, что мы в одном ряду молимся, то, что мы вместе постимся, после этого, Мухаммадах Аллах, Аллах, субхану ва Та'ля, похвалил уму посланника Аллаха и сказал, кунтум хайра умматин ухриджат линназ. Вы самые лучшие из общин среди людей. Почему самые лучшие? Та'муруна бильмаруф, ватанхауна алилмункар, ватуаминуна биллах. Потому что вы побуждаете благому, то, что вы отдаляете людей от порицаемого, сдерживаете от порицаемого и верите в Аллаха, субхану ва Та'ля. Один раз посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, возвращался в Медину. И видел, как кланы арабов начали делиться. И начали друг другу говорить. Я Аля-ль-Мухаджир, я Та'киф, я Бакр, я Хуза'а, я Курайш, я Бану-Ка'б, я Бану-Махзум. Начали разделяться на племена, на тейпы, на вот такой тейп, вот такой тейп, вот такой тейп. В этот момент посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сах, закричал. Закричал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал, Вы что возвращаете в джихилийские времена, в тот момент, когда я среди вас? Оставьте это, это из джихилии, это из невежества. Тогда все сахабы, которые делили друг друга, мы такой клан, мы лучше, чем этот клан, заплакали. И друг друга начали обнимать. Уважаемые братья, Всевышний Аллах, субханаллаху ата'аллах, описывает верующих нас с вами в Куране и говорит, Аллах, субханаллаху ата'аллах, объединил сердца верующих. Дальше он обращается к самому лучшему из людей, пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, и говорит, Даже ты, Мухаммад, будучи посланником Аллаха, не можешь объединить сердца людей, если на это отдашь все богатство этой земли. Однако Аллах, субханалу ата'аллах, объединил. Если Аллах объединил, он нам также приказал вместе сдержаться. Завить верфь Аллаха, субханалу ата'аллаху анатарсиму би хабб лиллахи джамиа, вуаля тафарраку. Вместе держитесь за верфь Аллаха, за Коран, за суннух, за шариаталлаха, и ни в коем случае не разделяйтесь. adin. Испомните милость Аллаху по отношению к вам. Вы были друг другу врагами. Но Аллах, Субхану Аталья, объединил ваши сердца, и по его милости вы стали братьями. В этой жизни человек не может быть сильным без своего брата верующего. Если посмотреть в сурату Кафф, которую вы сегодня читали, сурату Пещеры Кафф, Аллах, Субхану Аталья, описывает тех людей, которые были в пещере, и через сотни лет они вышли из пещеры. Что им помогло? Среди них не было пророка. Среди них не было вахья, который бы Аллах, Субхану Аталья, не спасал. Не было среди них какие-то му'джиза, какие-то чудеса, а их объединило, им помогло братство, то, что они вместе держались. Всевышний Аллах, Субхану Аталья, говорит, «Иннахум фитхятун аману бираббихим вазиднахум худа». Это группа молодых людей, которые уверовали в своего Господа, и мы им еще приумножили их в прямой путь. И после этого в конце Аллах, Субхану Аталья, говорит, «Варабапана аля кулубихим». Мы привязали их сердца вместе. Мы их сердца сделали едиными, сказал Всевышний Аллах, Субхану Аталья, и это им помогло выйти из этого испытания. Если посмотреть на пророка Мухаммада, саллаллаху алейху ассалям, в Мекке, что он сделал? Братство. Аль-Иха сделал братство, мухаджиры вместе собрал. Если посмотреть на Мединский период, пророк Мухаммад, саллаллаху алейху ассалям, после того, как построил мечеть, сделал, побратовал между мухаджирами и между ансарами. Посмотреть, где они вместе собирались, были вместе на одном пути, братство их всегда спасало. Хадисы и аятов много, уважаемые братья, которые указывают на достоинство. Любви ради Аллаха, субхану атеаля. Если посмотреть на Кур'ан, на Сунна, то мы увидим множество аятов, множество хадисов, которые побуждают нас любить друг друга ради Аллаха, дружить ради Аллаха, субхану атеаля. Но это должно быть на каком-то основе, на каких-то принципах, на какой-то основе. И вот эта основа – основа нашей религии. И вместе держаться за верфь Аллаха, субхану атеаля. Всевышний Аллах в хадисе Кудсе сказал, заслужить мою любовь те люди, которые любят друг друга ради меня. Субхану атеаля. Хотели бы, чтобы нас Аллах любил. Представляешь, мой брат, ты выходишь, ходишь по земле Аллаха и знаешь, что тебя Аллах любит. Как заслужить любовь Аллаха, если ты своего ради Аллаха, своего брата будешь любить? Обязательно заслужит мою любовь те братья, которые друг друга посещают, которые друг друга навещают. На сегодняшний день мы чаще к нам мертвые во сне приходят, чем мы братья своих навещаем. И обязательно заслужит мою любовь те люди, которые друг с другом поддерживают отношения ради меня, сказал Всевышний Аллах, субхану атеаля. Также Аллах, субхану атеаля, сказал любящим друг друга ради Аллаха в судный день будут им такие мембары не из дерева, не из мрамора, а из нура, из света. Как сказал пророк Мухаммад, салаллаху алейкум, лахум манабирум миннур, ягбитухум аннабиюна ващухада. У них будут мембары из нура в судный день, им белой зависти будут завидовать пророки и шахиды. Дети манабир в судный день, тахта злля аршир рахмана, уважаемые братья, под тенью трона Аллаха, они будут на этих мембарах, им будут белой зависти завидовать пророки и шахиды, сказал пророк Мухаммад, салаллаху алейкум, но здесь есть условия любить ради Аллаха. Любить не ради денег, не ради положения в обществе, не ради, что ты хочешь от него получить, ради Аллаха, субханаму ате іалю. Так как сказал пророк Мухаммад, салаллаху алейкум асалям, то, кто ради Аллаха полюбил, то, кто ради Аллаха возненавидел какие-то грехи, какие-то поступки, которым недоволен Аллах. Кто ради Аллаха дал и кто ради Аллаха остановил, запретил, у этого человека иман будет усовершенствованным, полным, сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейху ассалям. То есть мы еще одну фаиду получаем, еще одну пользу. Если хочешь, брат мой, чтобы наш иман был полным, то мы должны вот эти вещи все делать только ради Аллаха. Иногда бывает такое, что один брат говорит, я своего брата люблю, но он меня так не любит. Я его там посещаю, он меня так не посещает. На это есть другой радостный такой, который бы мог обрадовать этого брата, хадиф пророка Мухаммада, саллаллаху алейху ассалям. Если друг друга два брата любят ради Аллаха, и тот, кто больше любит, чем он его, то этого человека Аллах, субханаллаху ассаляма, больше любит. То есть он ближе к Аллаху. Поэтому, ахамдуллеряй, если ты больше любишь своего брата, значит Аллах, субханаллаху ассалям, тебя больше любит. Это тоже великая милость Всевышнего Аллаха. Также сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, Если кто-то хочет прочувствовать в сердце сладость веры, пусть своего брата любит только ради Аллаха. Значит, здесь еще одна польза. Мы можем прочувствовать сладость веры. У веры есть вкус, есть сладость у имана. Это в тот момент, когда мы своего брата будем любить ради Аллаха. Когда мы говорим своему брату, я люблю тебя ради Аллаха. Как сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, Если из вас кто-то полюбил своего брата, пусть он ему скажет, что он его любит. А в хадисе, который приводится от имама Ахмада, Если кто-то ради Аллаха своего брата полюбил, пусть он не просто его увидит где-то, А пойдет к нему домой и сообщит ему, что он его любит ради Аллаха. Уважаемые братья, любовь ради Аллаха, дружба ради Аллаха, Это не просто какие-то слова. Я люблю тебя, брат. Ты мой брат. Это не просто какие-то слова. Это не какой-то лозунг. Это поддержка своего брата. Это быть с ним всем. Хукук. Есть права у нас на своих братьев, у наших братьев есть права на нас. Поэтому, как говорили саллафы салих, Я говорю, клянусь Аллахом, стесняясь у Аллаха просить рай в тот момент, когда я жадничаю своему брату дать динар или дирхам. Когда рубль или помочь ему чем-то финансово. Сам прошу Аллаха рая, а сам жадничаю, не помогая своему брату. Некоторые сподвижники приближались к Аллаху, говорили такие слова. Аллах, ты знаешь, что я тот, который ослушивается тебя. Я грешник. Но, однако, я один из тех, кто любит тех, кто подчиняется, поклоняется тебе. И сделай вот эту мою любовь по отношению ко мне, грешнику, по отношению, любовь к этому брату ради тебя, приближением к тебе. То есть, сахабы вот так искали близость к Аллаху, это приближение.